Здравствуйте! Сегодня среда, 14 марта, в студии новостей Екатерина Егоренкова и в начале выпуска коротко о его главных темах. В Украине отмечают День Добровольца. В Харькове открылась выставка, посвященная событиям на Донбассе. Одна, две, пять и десять гривен. Нацбанк презентовал новые монеты и объявил о прекращении чеканки копеек. Бах в метро и арт-фортепиано. Сегодня в Харькове открывается международный фестиваль Харьков Мьюзик Фест. Ученый Стивен Хокинг, один из самых известных мировых физиков-теоретиков, скончался сегодня в возрасте 76 лет. Хокинг – один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Ученый опубликовал множество книг для популяризации науки. Самая знаменитая из них – «Краткая история времени» о появлении Вселенной. Она стала бестселлером и разошлась десятимиллионным тиражом. Всю жизнь Хокинг боролся с заболеванием боковой амиотрофический склероз, которое в результате его парализовало и приковало к инвалидной коляске. Петр Порошенко призывал страны Большой Семерки не признавать выборы президента России на территории оккупированного Крыма. Накануне президент провел встречу с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Глава государства также попросил не позволять гражданам Евросоюза посещать Крым во время выборов с целью мониторинга. Сегодня Порошенко провел встречу с президентом Австрии Александром Вандербелленом. Главы государств подчеркнули, что на территории оккупированного Крыма не могут проходить правомочные выборы. Мы уверены в том, что наши спильные и узгодненные действия могут в результате привести к освободению всей украинской территории на Донбассе, которая была захоплена в результате российской агрессии, и в Крыму в результате незаконной аннексии Крыма. И именно поэтому мы будем определять большую увагу, чтобы эти выборы не были признаны светом на территории Крыма. Тигран Янгибарян, который, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил человека на пешеходном переходе, останется в СИЗУ без права внесения залога. Меру пресечения продлил Киевский суд. По информации областной прокуратуры, 13 марта состоялось предварительное заседание. Уже назначено рассмотрение дела по сути. Напомню, авария произошла в середине января. 18-летний Янгибарян на автомобиле Toyota Camry вылетел на встречную полосу перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу на переходе перебегал 17-летний Владимир Веношкин. Удар был такой силы, что пешехода дважды перевернуло в воздухе. От полученных травм парень скончался. Янгибарян с места происшествия скрылся. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. В Харькове снова повредили памятный знак воинам украинской повстанческой армии, установленной в молодежном парке. На плите красной краской нарисовали свастику. В полиции информацию о ЧП получили вечером 13 марта. На месте работала следственно-оперативная группа Киевского отдела. Правоохранители разыскивают виновных. Решается вопрос о квалификации события. Сегодня в Украине празднуют День добровольца, который впервые начали отмечать только в прошлом году. В Харьковском национальном университете строительства и архитектуры к этой дате открылась выставка «Первая экспозиция будущего музея». 14 марта 2014 года 500 бойцов самообороны Майдана отправились формировать первый Добробат. Теперь это праздник всех тех, кто в трудное время добровольно встал на защиту своей страны. И не только с оружием в руках. Выставка в Университете строительства и архитектуры называется «Добровольцы за поклыканием сердца». И ее организаторы считают, что это и о бойцах, и о волонтерах, и обо всех, кто так или иначе помогает фронту и защищает свободу. Добровольцем быть – это значит выбор человека самостоятельный, который связан с его мироощущением. Соответственно, это путь к свободе. Добровольцы не могут быть несвободными людьми. Выставка охватывает период от боев за Харьков во время Второй мировой до наших дней. Экспозиция является основой будущего музея АТО, который директор планирует создать на базе уже существующего музея университета. Очень-очень понравились все экспонаты, которые здесь находятся. Очень реалистичные. Я даже думаю, что некоторые из них настоящие. Экспонаты действительно настоящие. Именно такие снаряды и мины, по данным, опубликованным министром внутренних дел Арсеном Аваковым в сети Facebook, от начала проведения АТО унесли жизни 232 участников добровольческого движения и ранили еще 799 добровольцев. Гость выставки Леонида Нищенко был на Майдане. Воевал, а в последнее время является волонтером. Некоторые впечатляющие экспонаты привез сюда он и его друзья. Вот тот весь куточок, где залезящее, залезящее, подібране, біля вот счастья, якого згадували, біля Донецька, тому що я був на всіх ділянках фронта за ці 4 майже роки. Як на мене, то саме оці уламки снарядів імін, вони презентують ту страшну надлюдську силу, яка калічить на війні, яка нас жахає в війні. Пополнить экспозицию будущего музея може і нова пам'ятна монета, яка только що введена в оборот. Она называется «День українського добровольца». Монета посвящена самоотверженності, мужеству і героїзму защитників територіальної цілісності нашої країни. Анастасія Харькова, Сергій Краєв, Медиагрупа «Об'єктив». Як розпознать поддельні документи за нескільки минут і які уловки использують мошенники? Експерти з Германії, Литви і Польщи провели тренинг для українських пограничників в пункте пропуска Гоптовка. Більше розкажет Юлия Бойко. Інспектор Віктор Припутний служить в Луганському пограничному отряде. Страж границей рассказыває, рані не сталкився тільки з поддельними українськими паспортами. Провезли дуже велику кількість паспортів і іноземних держав з підробками. І дуже там багато цікавих, ну, в прикордонному контролі є елементи підробок. В пункте пропуска Гоптовка європейці проводять тренинг по выявлению поддельних документів. В рамках проекта «Твинник» в течение недели 40 специалистів із Євросоюзу будуть делитися опытом з українськими пограничниками. Программа предусматрює підготовку інспекторів всіх регіональних управлень і погранслужби. Проект «Твинник» передбачає підтримку державної прикордонної служби України у сфері вдосконалення системи інтегрованого управління кордонами, також вдосконалення системи виявлення підробленних документів і виявлення викраденого автотранспорту. По словам специалистів, методи подділки документів не меняються, меняються лише технології. Самі распространені з заміної інформаційні страниці в паспорте гражданина, переклейка фотографій і подділка формуляра. Протягом 2017 року в Східному регіональному управлінні на той момент це була зона АТО, Луганський прикордонний загін, Сумський прикордонний загін і Харківські загони. Це близько 600 підроблених документів, близько 20 чужих документів. В цьому році показник вже відбігає до 30 підробленних документів та один чужий документ. В Україні за подділку документів грозит уголовна ответственность до пяти лет тюрьмы. Юлия Бойко і Алексей Калмык, Медиагрупа «Об'єктив». В Харкові 4 нових случая корьем. По інформации обласного лабораторного центра, заболевших доставляли в больнице в период с 26 февраля по 5 марта. Первым госпитализировали 34-летнего харьковчанина, который недавно вернулся із командировки в Киев. Затем заболели 38-летняя женщина, 18-летняя девушка і 43-летний мужчина. Все заболевшие не контактировали между собой. С начала года диагноз корь поставили девятерым жителям области. Це один із найзких показателей по Україні. Нацбанк України прекращає чеканку монет номиналом 1, 2, 5 і 25 копеек. Також в оборот с конца апреля введуть монеты номиналом 1, 2 гривні, а позже 5 і 10 гривень. Подробні об цьому далі в сюжеті. В Україні будуть нові монети. Їх номинали 1, 2, 5 і 10 гривень. Як розказали в Нацбанці, монети 1 і 2 гривні введуть в обращення з 27 апреля. 5 і 10 гривень з'являться в 2019 і 2020 роках. Ці монети з часом змінять банкноти відповідних номиналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номиналів необмежений період часу, доки монети природно і поступово не замінять і не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номиналом 1, 2, 5 і 10 гривень будуть в обігу параллельно з монетами до останньої паперової гривні. С 1 іюля в Україні перестануть чеканить монети номиналами 1, 2, 5 і 25 копеек. Як пояснюють в НБУ, хоча наличний оборот новими монетами пополнять не будуть, вони продолжат выполнять платюжну функцію. Щоб упростити наличний розчот, регулятор установив правила округлення общей стоимости покупки. Так, сумма от 1 до 4 копеек округляється в сторону уменьшення, от 5 до 9 копеек – в сторону увеличення. Наші розрахунки свідчат, що ціни від запровадження заокруглення не зміняться, а отже реалізація цієї ініціативи не призведе до порушення товарів і послуг. Запровадження правил заокруглення не буде мати впливу на інфляцію, як прямо, так і посередковано, оскільки йдеться про правила заокруглення всіх товарів чеку, а не про ціни на окремі товари. По підсчетам Нацбанка, заміна банкнот на монети позволить Україні сэкономити около 1 мільярда гривень. Железні деньги служат 20 років, бумажні – мелкого номинала – всего один год. Через 2-3 роки, по прогнозам Нацбанка, количество монет на одного українця сократиться вдвое, із оборота исчезнет більше 8 мільярдів монет мелких номиналів. Вікторія Вашкевич, Медиагрупа «Об'єктив». Харьковчанка Оксана Шишкова получила 4-ю медаль на Паралимпиаде. Подробнее во 2-й части выпуска. Я передаю слово Вікторії Вашкевич. Здравствуйте! Вы смотрите блог новостей экономики. Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд, а Харьковской области отчитались о доходах 35 мільйонеров. И подробнее об этом. Кабинет министра утвердил монетизацию льгот. Речь идет о проезде всеми видами транспорта на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Согласно решению правительства, люди вместо бесплатных услуг получат деньги. Размер ежемесячной выплаты в течение двух месяцев должны утвердить облгосадминистрации. Сумма определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте из расчета 30 поездок. Для людей, которые имеют льготу на междугородный транспорт, размер выплат увеличивается на 20%. А для лиц с инвалидностью первой и второй группы, а также студентов и учащихся детей с инвалидностью, удваивается. Кабинет министров выделил новые средства на теплые кредиты. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, на реализацию программы добавят еще 400 миллионов гривен. Напомню, Харьковский областной совет 1 марта выделил на текущий год на возмещение населению теплых кредитов 6 миллионов 700 тысяч гривен. Еще 1 миллион 300 тысяч на кредиты ОСМД ЖСК. В прошлом году такую финансовую поддержку в объеме больше 1 миллиона гривен из облбюджета получили 26 объединений жильцов. Средства люди потратили на покупку энергоэффективного оборудования. В Харьковской области идет кампания декларирования доходов. Среди отчитавшихся 35 миллионеров. Их общий капитал 274 миллиона и 400 тысяч гривен. Наибольшее количество миллионеров живет в центральных районах Харькова. На Шевченковском и Киевском. Самому молодому 33 года, старшему 71. Как сообщает фискальная служба области, о доходах за прошлый год уже отчитались 5366 человек. Задекларировано 652 миллиона гривен. Продолжаем экономический блок рубрика «Объективные цены». В обзоре стоимость соли. При покупке вы сможете сэкономить 1,5 гривны. И в завершении курс валюты от Национального банка. Доллар 25,92 евро 32 гривны 8 копеек и английский фунт стерлингов 36,19. И на этом у меня все. Продолжит выпуск Екатерина Егоренкова. Я вам желаю удачи в делах и до встречи. Вы смотрите «Объектив новости». Продолжаем выпуск. Получить грант от Евросоюза. В Харькове состоялась презентация конкурсов ЕС. На мероприятии также рассказали о помощи Украине и реализации совместных информационных, образовательных и культурных проектов. Больше знает Ольга Куриленко. Дмитрий Криворучко хочет привлечь внимание к проблеме наркозависимых в Украине. Мужчина – сотрудник Международной антинаркотической организации. Руководит отделом православного направления. Дмитрий пришел на презентацию программ Евросоюза. В Харькове реализует информационную программу «Будуйму Европы в Украине» от представительства ЕС в Украине. Я хочу продвинуть наше имя, узнать, как можно получить помощь в виде взаимодействия, в виде какой бы то ни было поддержки от спонсоров. Я надеюсь на то, что появятся люди с добрым сердцем, которые будут хотеть помогать нам в формировании здорового образа жизни. На презентации говорят о реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также проходит тренинг для представителей общественных организаций, заинтересованных в подаче заявок на получение грантов. У нас несколько мероприятий, которые, мы надеемся, помогут найти возможности пути сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной, в частности, харьковских организаций и европейских программ. Мы сделаем небольшой обзор тех программ, которые представлены, в которых могут принимать участие уже организации неправительственные. Есть ряд программ, в которых могут принимать участие и рядовые организации, то есть правительственные организации, органы самоуправления, администрации, частный бизнес, частные предприятия. Проекты ЕС предлагают различные возможности на европейском рынке. Например, программа по финансированию науки и инноваций «Горизонт-2020», соглашение об участии в которой Украина подписала в 2015 году. Новая программа «ЕС-фо-бизнес» предполагает техническую помощь, финансирование и сеть из 15 центров поддержки бизнеса в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Она рассчитана на работу с 30 тысячами украинских предприятий. В связи с тем, что наше государство активно идет в направлении ЕС, мы также смотрим на открывающиеся возможности в рамках этого движения. Ищем партнеров, ищем программы по финансированию. И, естественно, мы заинтересованы в получении как можно большего объема информации. Завтра делегация представительства Евросоюза проведет презентацию в городе Первомайском. Ольга Куриленко и Дмитрий Герасимов. Медиагруппа «Объектив». Сегодня в Харькове стартует международный музыкальный фестиваль «Харьков Мьюзик Фест». Он продлится до 29 марта. В программе – концерты, комедийное шоу и мастер-классы от европейских и американских музыкантов. Больше расскажет Павел Велицкий. Фестиваль «Харьков Мьюзик Фест» – это семь концертов в залах оперного театра и областной филармонии. В программе – симфонические произведения украинских, европейских, американских композиторов в исполнении солистов и дирижеров мирового уровня из Австрии, Германии, Польши и США. Мне хочется верить, что по обе стороны рампы, все присутствующие в нашем зале найдут то, что они хотели. Я надеюсь, что и вы тоже, посетив наш фестиваль, получите то, что вы хотите. Инициатор фестиваля – его арт-директор. Дирижер и пианист Станислав Христенко родился в Харькове. Последние 10 лет живет в США. Станислав – лауреат более 30 международных конкурсов. Обладатель престижного звания «Stainway Artist». Главной вдохновляющей идеей фестиваля он считает популяризацию классической музыки. Харьков станет действительно центром, по-настоящему центром культурным всей страны. Съедутся музыканты со всех, с большинства областных центров. Львов, безусловно, Одесса, Днепр, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Киев, Харьков, само собой. И вместе будут играть ко дню рождения Баха. Фестиваль включает в себя ряд необычных проектов. Иоганн Себастьян Бах прозвучит в метро, в эфире радиостанций, в пивных ресторанах и кафе. Также в Харькове проведут экскурсии, посвященные творчеству композитора. Сергей Бабаян, один из самых признанных пианистов нашего времени, выступает в наиболее престижных залах мира. К выступлениям на улице музыкант относится осторожно. Есть такой скрипач Джошуа Белл. Он играл концерт в Вашингтоне. И, конечно, это стоит больших денег, попасть на его концерт. И был полнейший аншлаг. И он играл при полном зале. А вечером он пришел в метро. И играл ту же самую программу. И никто не встал, не послушал. Все прошли мимо. Среди спецпроектов «Арт и пиано. Играя ярко». Художникам предложили создать из музыкальных инструментов арт-объекты. Один из них – пианино в виде жвачки турбо, которая будет стоять в метро. Еще одно фортепиано раскрашено под ковер с птицами и розами. На нем смогут поиграть посетители зала ожидания Южного вокзала. Моллюск в океане музыки, японский стиль Боро, русалочий риф. В течение 16 фестивальных дней на 9 площадках города будут стоять 9 фортепиано, превращенные художниками в арт-объекты. Последние приготовления. Восьмилетняя Виталина Бессонова готовится выступить перед харьковскими зрителями. В 5 лет девочка начала петь, а через год попросила отвезти ее туда, где все играют на фортепиано. Так она стала ученицей музыкальной спецшколы-интерната. «Сейчас я готовлюсь к конкурсу украйнего, но очень серьезно, и поэтому я сейчас не хожу в школу». «Я готовлю этюд, сонату, скерцина Косенко, антонсина Хачатурян и баха». Станислав Христенко мечтает, чтобы в настоящем и будущем музыканты не только не уезжали из Харькова, а наоборот, приезжали сюда, чтобы оперный театр и филармония оказались среди самых престижных залов Европы и мира. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». Харьковчанка Оксана Шишкова получила четвертую медаль на Паралимпиаде. Спортсменка с нарушением зрения выиграла бронзу в лыжном спринте. Дистанцию она преодолевала вместе с тренером-гайдом Виталием Казаковым. Лучшей стала представительница Беларуси Светлана Саханенко, которая опередила Шишкову на 15,7 секунды. Днем ранее Харьковчанка завоевала золото, а также на ее счету две серебряные медали. В целом украинские спортсмены завоевали в Южной Корее уже пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Это третье место в общем зачете. Возглавляют его американцы. Такими были главные темы дня. На сайте «Объектива» всегда есть свежая информация. Будьте в курсе происходящего. Я на этом прощаюсь. До завтра. Приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова